Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Начинается большая охота на российское имущество в Европе, да и по всему миру. Смотрите, ребята, инициатором, как ни странно, выступает не Украина, или, скажем так, не только Украина. Дело в том, что сегодня Евросоюз принял решение, как раз в связи с 14-м пакетом санкций, о том, что лица, а также компании, которые понесли убытки в результате российско-фашистской агрессии в Украине, могут потребовать у России возмещения ущерба за счет российского имущества, ну, как минимум, как минимум, находящегося на территории Евросоюза. Напомню, там масса недвижимости у различных российских компаний, у российского государства. Масса, скажем, ну, есть, например, автомобили люкс-класса, есть, в банках хранится море бирюликов, море всякого золота, там, изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, картин, ну, и всего, что наколымело российское знать, все, что находится там на Западе. Так вот, теперь, любое лицо, которое докажет, или фирма, не имеет значения, который докажет, что понес ущерб в результате, вот, бандитских действий России в Украине, имеет право претендовать на российское имущество там. То есть, я так понимаю, что в каждом конкретном случае, видимо, придется претендовать на какое-то конкретное имущество. Вот, например, кто-то узнал, что там кому-то российскому олигарху, находящемуся под санкциями, или там российскому государству принадлежит объект недвижимости по такому-то адресу, или в таком-то музее, или в таком-то хранилище хранятся принадлежащие России те или иные предметы искусства, а не стоят в другой раз дороже недвижимости в разы. Вот все это, а фирма, вот та же Икея, например, да, она вынуждена была уйти из Украины на два года из-за начала войны, из-за того, что Россия напала. Кто ей компенсирует вход, выход, вот сейчас она заходит назад, да, два года без деятельности, та же Зара, тоже зашла назад, но полтора года ее здесь не было, или около двух лет, тоже понесла убытки, вход, выход, бездействие, и так далее, и так далее, либо какие-то бизнесмены, у которых был целый ряд компаний здесь в Украине, понесли убытки. Я более того вам скажу, по всей видимости, вшпилят россиян также те компании, которые в результате санкций должны были уйти из России. Ну, конечно, ведь, скажем так, санкции, они же не в воздухе взялись, они взялись из-за войны, то есть тоже результат российско-фашистского нашествия в Украину. Ну, и все. Соответственно, эти компании будут, по всей видимости, требовать кусок. И действительно начинается самая настоящая охота. Тут вопрос уже встает, кто быстрее. Кто быстрее заберет у России все, что снимет с нее последние штаны. И тут нашим дипломатам, конечно, надо работать. Потому что, конечно, хорошо, что справедливость восстанавливается, и все, кто понес ущерб от действий российских бандитов, сможет этот ущерб за счет этих же бандитов компенсировать. Но, с другой стороны, вот в этой гонке за российской недвижимостью, за российскими авуарами и всем еще... Нет, деньги мы не трогаем, потому что деньги там все идут Украине, там об этом закон и так далее. Но за российской недвижимостью, либо за российскими ценностями, находящимися в Европе, либо, я так подозреваю, в Америке это будет то же самое, у нас появились конкуренты. И тут надо быть очень быстрым. Нашел, увидел, предъявил иск, конфисковал.